В общем, давно хотел провести такой эксперимент, взять аудиодорожку с речью из какого-нибудь тихого, спокойного места, вот как у меня сейчас, и просто наложить на нее звук, записанный с ближайшей дороги. И посмотреть, сможете мне узнать вообще что-то. В общем, интересно, что это будет, что это будет, что будет, что будет, что будет, что будет, что будет, что будет. Поскольку все остальные девайсы будут совладать тем, что... Вот, и надеюсь, вам это дало представление о том, с какими трудностями я иногда сталкиваюсь, когда записываю видео в том жанре, в котором, вот, я пытаюсь тут изобрести. Посреди дороги приходится орать, и орать очень громко. А тем временем я пока решил пострадать от маленького творческого кризиса, так как что-то меня задолбало пилить то однообразное говно, которое я делаю в последнее время. Это, конечно, продуктивно. Ты за пару дней делаешь то, что у тебя потом стоит в очереди на опубликовывание на канале в течение трех недель. Но что-то не снимать это, не смотреть самому мне не хочется. Массовые заезды я в ближайшее время точно не хочу снимать, поскольку это очень сложно физически. Долго объяснять почему, но поверьте мне. Из нескольких человек, которых я попросил посниматься отдельно, отморозились абсолютно все. Удивительно. Похоже, пришло время опять ловить какого-нибудь фиксера на Тверской. Ну, а что делать? Ну, есть в этом даже свои плюсы. Ты не привязан к одной тусовочке, свежая кровь, так сказать, новизна. Я, кстати, сюда пешком пришел. Поганые настроения сегодня было. А у меня давно за правило стоит. Если у тебя плохое настроение, не выезжай на велосипеде на трафик. Обязательно въебешься. Сто процентов. А что, в метро тоже прикольно. Сто тысяч лет уже не спускался. По кольцу новые паровозы запустили. Красивые, красивые.